Без проповеди Божьей всем каюк, в стране иконе по матушке России, на север крестный ход, затем опять на юг, такую жизнь бомжей убогой спросили. Без слова Божия сплошное окаянство, взращенное пузатыми попами. Не превозмочь неведенье, а это хуже пьянство. В пасть змей древнего с иконами попали. Очнитесь же, опомнитесь, услышьте, что Библия глаголит многократно. Вне Библии окажется все лишним, ждет вавилонский плен и разрушение храмов. — Остановитесь же! Куда завел вас Прохор? Башки, повесные под видом Серафима. Не злобьтесь на жидов, не нюхавшие порох, не утешайтесь крестным ходом в фильмах. Добычей зверя стали миллионы, сектанты ловят душ от кришнаиты, а путь апостольски оставлен и оплеван. Задумайтесь, слепцы, куда пришли мы. Россия бедная, несчастная дикарка, состарилась в своем прелюбодействе жутком. Оставишь в Евангелии долго кровью харкать и чудом бредить без выходных все сутки. Откройте Библию, сравните с тем, что есть, чем тешатся епископы и древний патриарх. На проповедь пойдете и некогда присесть. Куда мы шли? Такой обымет страх. У Иоанна есть в двенадцатой главе, в стихе сорок восьмом, всемирный приговор. По слову будет суд любителям леветь, и парисельство все сгорит в огне, как ссор. Еродивая Русь, затюканная паства, куда вас завела корысть и трусость, батьки? Оставить мертвецов воскреснуть нужно с Пасхой, где не по Библии, там разум падший спятел. 2 мая 2007 года.